Житие от святых рассматриваем во свете Библии, дабы на все это смотреть открытым оком. Касьян, 29 февраля. Желая получить от других святых отцов большую пользу для себя, он вышел из своего места, где соблюдал полное безмолвие, посетил все монастыри в Египте, Фиваиде, на Нитрийской горе, в Азии, в Понте и Каппадоке. Ознакомившись, благодаря путешествию с житиями многих великих отцов, изучив различные образы иноческих подвигов, святой Касьян основал два монастыря в мастерии, мужской и женский. Ни одного слова евангельского нет. И у человека ушла на это жизнь. Видно, что человек талантливый. И перечисляется. Это название одно, Азия. Это тысячи, если не сотни тысяч. Страна начала разваливаться. Некому, говорится, ни пахать, ни рожать, ничего нет. И тогда соборы постановления стали делать против того, чтобы уходили от жен, уходили от родителей, уходили от детей. Вопрос 2059. Второе, Тимофеев 4.3. Это мне вопросы задавали и мои ответы. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху их. Это полностью о монашестве. Ко всем это относится, но особенно к монашеству. Здравое учение вообще не принимают. Притом не останавливаться ни перед чем. Ни перед убийством, ни перед отравлением, ни перед клеветою. Ложь на каждом шагу. Это все разрешается. Лишь бы человек пришел в монастырь. Довящие славу папы. Но орден Иезуитов, Игнатия, Лайолы. И чем он хуже других-то. Точно так же. Вот у мусульмана, если он принял другую веру, он обязан убить его. Такой закон. Ну а чем лучше монашество? Если он оставляет монашество, уходит. Вы знаете, какие санкции накладывают. А то сейчас власть не может участвовать в этом деле. Церковь отделена, как говорят. А раньше-то хлопали все теократическое государство. 14 уголовных статей. Ну и разворачивайся. До свидания. Неких ли учителей избирали себе князья, что, бросив свое послушание, народных руководителей принимали иночество? Ответ. Это же вопрос можете поставить любой секте, любому еврею, мусульманину. Везде один и тот же монотонный грех. Стандартное лжесвидетельство от имени Бога. Что именно у них вся истина и достижение Царства Небесного возможно только при их помощи. И это наверняка и безошибочно. Вот почему Слово Божие было таким ненавистным везде. Его сжигали, прятали. И кто его переводил на родной язык, с теми расправлялись. Слово Божие, вот главный противник монашества и всех этих пещерных подвигов. Обольщение, достижение Царства Небесного в пустыне через бегство от мира. Оно же имеет истоки. Бытие 3.13. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. Тогда через пресмыкающиеся подошел, а сейчас через служителей своих, которые ничем не отличаются от истинных служителей. Как дьявол благоухает не хуже ангелов. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет. По делам их. Дух же ясный говорит, 1 Тимафея 4.1, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Что это за бесовские учения? Какие это признаки? Их есть у них. Есть очень четкие. Их всего два. Через лицемерие жертвовестников, сожженных в совести своей. Ну тут еще непонятно, кто сожженный. Запрещающих вступать в брак. То есть презирают в брак. Это о монашести. Брак не презирают мусульмане, у них по 4 жены может быть. Брак не презирают сектанты. Это презирают церковники, монахи. И употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Ну, дабы верные, познавшие истину, вкушались в благодарение. Ну, под это попадают и мусульмане, и там запреты на свинину и прочее. В Новом Завете нет запретов этих. Где этот род людей, кто втискивается в эту формулу бесовских учений? Да это же буддийские монахи. А наши этот аттестат миновали, не получали благодарения Богу. В Библии ответ, и он всегда против лжи, против заблуждений и обольщений. Потому так и ненавидит тьма, свет Божьего Слова. Бог заботится о народе, прерывает общение Моисея с собою и срочно высылает его к людям, оставленным на короткое полтора месяца. А монахи не знают о развращении народа. Им не было гласа Божия прервать свое любимое молчальничество и затворничество, и свои любимые иноческие подвиги, и скорее поспешить к народу. Моисей с Богом разговаривал, Бог говорит, иди, и развратился народ. Или народ больше не развращается, или все же монахи не последовали. Последователи Моисея, человека Божия. Божий человек имеет на своих плечах заботу о народе, как о арон имена сынов Израилевых. Исход 32.7. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Поликарп, 24 июля. Князь часто говорил блаженному, что принял его в число иноков в Печерской обители. Но блаженный Поликарп отмечал ему, благочестивый князь, вам Бог велел вести другую жизнь, управлять, творить праведный суд и строго соблюдать крестное целование. А князь Ростислав возражал ему, отец святой, княжение мира и всего не может быть без греха. И мне оно уже надоело и утомило меня своими вседневными заботами. Поэтому хотелось бы мне хоть немного в старости послужить Богу и подражать тем князьям и царям, которые узким и трудным путем шли и достигли небесного царства. Ну шли, видел. А что достигли, ты откуда вы это знаете? На эти слова блаженный Поликарп сказал «Христолюбивый князь, если ты хочешь этого от всего сердца, то да будет воля Божия». Хотя князь и не успел привести в исполнение этого намерения, однако из следующего ясно видно, что оно было у него действительно горящим, сердечным желанием. А родилось под влиянием доброго примера святого Поликарпа. Потом, когда усилилась его болезнь, он уже был при смерти, он сказал своему духовному отцу, священнику Симеону, «Ты ответишь Богу за то, что не позволил мне постричься у того святого мужа в Печерском монастыре. Я горячо желал этого, и да простит мне Господь грех, что я не исполнил обета». Так принял он блаженную кончину. Это цитата из «Житий». Вопрос в 2060-е. В настоящее время законом предусмотрено освобождение священнослужителей от срочной службы. Была ли ранее в первые века возникновение монашества подобная льгота инокам? Ответ. Льготы были очень существенные. Обет монашеский был придуман и очень хорошо продуман. Это как клятва, присяга, но на верность Богу, царю и воинств. «И теперь умри, а назад ходу нет». И эти вначале сильно злоупотребляют рабы, приходили с обманом, говорили, что они свободные люди, их постригали. А потом оказывалось, что это собственность князя или пилата. 2 Фессалоникийсам 3, 6, 7, 11. «Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата поступающего бесчина, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Бесчинство против установленного чина, законов государства и против канонов церковных. Неприятностей было до призлиха. И тогда святые отцы на соборах вынесли правила, по которым должны были все определять, можно ли принимать в монашество вот этого конкретного человека. Но для тех, кто стремился увеличить количество своих земных чернорисов, воинов монастырских, все эти законы были как бы небывшие. Они запросто ими пренебрегали, хотя кара за нарушение этих законов канона должна была их немедленно загнать в угол пещеры. Но у монахов была всеобщая их установка. Все, что не по их черноризному уму, будь то писания или каноны, им это безнадобности. Они с легкостью нарушали любые самые строгие каноны и объявляли, что против них идет дьявол, а они борются с сатаной. Выходит, сатана был за каноны, а они... Четвертый Вселенский собор, правило четвертое. «Да не приемлется так же в монастырях, в монашество, никакой раб без воли господина его. Приступающим уже сие наше определение. Определили мы быть чуждым общением церковного, да не хулиться имя Божие». Двукратный собор, правило пятое. Того ради Святой Собор определил никого не сподоблять монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время, предоставленное им для испытания, явит их способными и достойными такового жития. И сие повелел Собор всемирно хранить, разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь, и понудит сократить время испытания, или разве кто будет муж благоговейный, и в мирском одеянии провождающий жизнь монашескую. Ибо для такового мужа к совершенному испытанию достаточен и шестимесячный срок. Ащи же, кто поступит вопреки сему, то игумену по лишению игуменства состояния подчиненности, да послужит наказанием за отступление от порядка. Поступивший же в монашество, да предастся в другой монастырь, в котором строго соблюдается устав монашеский. То есть есть прещение, наказание за это. Василий Великий, сороковое правило. Ибо условия находящихся в полновластии других не имеют ничего твердого. Ну, он зависимый. И поэтому, если его даже приняли, это, видимо, можно было куда-то скинуть. Ефрем Печерский, 28 января. После блаженного Варлаама, боярского сына, блаженный Ефрем Емлух, человек знатного рода и благородного происхождения, весьма любимый князем Езиславом и заведовавшего у него всем его хозяйством, пришел из княжеского дома к преподобному отцу нашему Антонию и просил его вместо служения князю приобщить его к слугам Царя Небесного и возложить на него святой ангельский образ иноческого чина. Преподобный Антоний, преподав ему наставление о спасении души, поручил блаженному Никону постричь его. Согласно этому повелению, Никон постриг блаженного Ефрема и облег выноческую одежду. Но ненавидящий добро враг дьявол навлек великую скорбь на преподобных за пострижение всего блаженного Ефрема, равно как и за пострижение блаженного Варлаама, о чем записано в житиях преподобных Антония и Никона. В самом деле, князь с тьмы, видя, что он побеждается тем священным сонмом, который собирался в темной пещере, и понял, что с этого времени место сие будет прославляться, скорбел о своей гибели и начал своими враждебными кознями разжигать сердце князя из-за славы против преподобных, побуждая его разогнать священный сон. Однако он не мог этого достигнуть, и сам был прогнан молитвами преподобных. Он впал в яму, которую готовил. Правда, и подстригший блаженного Ефрема, преподобный Никон был приведен к князю и резко облечен. И сам начальник братья преподобный Антоний из братья вследствие гнева князя был изнан из пещеры. Но затем скоро по ходатайству княгини перед князем и за славом, а лучше сказать по молитвам Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы, перед Царем Славы, Христом Богом, иноки возвратились в пещеру свою, как храбрые воины с поля брани, победив своего супостата дьявола. После этого они всегда оставались в пещере, прославляя и благословляя Бога. Кавычки закрыты. Дмитрий Ростовский 21 сентября и спросив благословения своих родителей, он на 18-м году своей жизни посетился в Кирилловском монастыре. Всеми силами он старался подражать в добротетелях преподобным Антонио, Феодосии и прочим пещерским подвижникам. В церковь приходил первым и уходил из нее последним. В храме стоял со страхом, благоговейно внимая словам священного писания. Здесь ему был представлен святой Дмитрий для посвящения веры монаха, которое было совершено 23 мая в день сошествия Святого Духа. Святому Дмитрию в это время было только 24 года, но он уже был искусным в деле проповедания Слова Божия. И что было? Яромонах, это означает священник с монашеским мужчином. В 24 года. Они прямо говорят об этом и стыдятся ли, делая такое дело не раньше 30-ти. И причина, потому что и Христос вышел на благовестие проповедь 30-летней. Ему 24 было, он нарушенный, поэтому из него слова все эти. Симеон Столбник, 1 сентября. Будучи свободен от дела, блаженный отрок в воскресный день пошел сатому матерью в церковь. Внимательно слушал Симеон, что в церкви пели и считали, и услыхал святой Евангелие, в коем назывались блаженными нищие, плачущие, кроткие и чистые сердцем. Он спросил стоявшего рядом с ним честного старца, что означают эти слова. Наставленный Духом Божьим старец стал объяснять Симеону и долго поучал его, указывая ему путь к нищете духовной, к чистоте и любви Божией и к добродетельной жизни. Добрые семена по учению старца пали на добрую почву, ибо тот сейчас же в душе Симеона зародилось усердное стремление к Богу и возросло твердое желание идти тесным путем, ведущим к нему. Он положил в уме своем немедленно бросить все и стремиться только к тому, чего восхотел. Поклонившись честному старцу и благодарствуя за полезное научение, Симеон сказал ему, ты для меня стал теперь отцом и матерью, учителем на благие дела и вождем к моему спасению. Тотчас после всего Симеон вышел из церкви и, не заходя домой, уединился в месте удобном для молитвы. Здесь он распростерся на земле крестообразно, и с плачем молил Господа указать ему путь ко спасению. Долго лежал он так и молился, наконец уснул, и во снесть узрел такое видение. Снилось ему, что копает он ров для какого-то здания, и вот он слышит голос, говорящий, копай глубже. Стал он копать глубже, потом, думая, что уже довольный, остановился, но опять услышал голос, повелевающий копать, еще глубже. Снова стал он копать, и когда опять перестановился, в третий раз, тот же голос побуждал его к тому же труду. Наконец он услыхал, «Перестань, теперь, если хочешь строить здание, созидай, но трудись усердно, ибо без труда и ни в чем не успеешь». После своего видения Симеон встал и пошел в один из монастырей, находившийся в родной его стороне. Провидя в нем Божие призвание, игумен взял его за руку и ввел в монастырь, говоря, «Братья, научите его жить и уиноческому, и монастырским правилам, и уставам». Короткое время он выучил наизустью псалтырь, будучи еще только 18 лет от рождения. Он был уже пострижен в выночество и вскоре строгостью своего жития превозошел всех иноков того монастыря, будучи только 18 лет. Даже в Диакона и тот 25-летний, и по Диакону 20-летним, здесь вообще никаких правил нет. Так один из братьев кушали пищу только раз в день, а одни из братьев вечером, а одни на третий день. Он же не вкушал пищи целую неделю. Рекорд Феодосия 29 мая. По истечении 40 дней после рождения мать взяла свою дочь на руки и понесла ее в храм Святой Анастасии, с радостными слезами воздавая благодарение Богу и Святой Мученице, обещая посвятить свою дочь в чин иноческий, дабы она была сопричислена к лику девственниц и невест Христовых. Следует заметить, что при том храме было монастырь для девиц, посвятивших себя на служение Богу. Когда Феодосии исполнилось 7 лет со времени рождения, отец ее умер. Тогда мать, взяв отраковицу, повела ее в монастырь Святой Анастасии и отдала ее для пострижения во Святой Чин Ангельский. Спустя 3 года умерла и мать Феодосия, оставив свое имение все дочери Иннокене. Призвал к себе золотые дел мастера, она дала ему достаточное количество золота и серебра для скования трех икон Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святой Мученицы Анастасии. Иконы эти имели величину в 3 локтя, ну почти полтора метра. Конан, 6 марта. Сам блаженный Конан проводил все дни и ночи в молитвах. Когда исполнилось сыну 7 лет, Конан раздал все, что имел нищим и взял отрак и ушел в монастырь, где проводил иноческую жизнь. Никон Печерский 23 марта. Когда приходили к Антонию лица, желающие принять равноангельский образ, он сам поучал их добродетелям. А преподобному Никону он повелевал постригать их. В деяниях этих двух подвижников можно было усматривать некоторый вид подобия Моисея Аарона. Ибо преподобный Антоний принес закон со Святой Японской горы, как Моисей Синайский. Преподобный же Никон действовал по повелению Антония, как Аарон, почтенный саном священства. Возрадовался тогда духом, когда постриг именитого боярина, блаженного Варлама, а также заведующего всем хозяйством у князя и любимца его, блаженного Ефрема, Евнуха. Но за этих постриженников он потерпел немалую скорбь. Ибо, узнав об их пострижении, князь Изослав сильно разгневался на преподобных и повелел одного из них именно совершившего пострижение точно привести к себе. Слуги точно же отправились и привели к нему блаженного Никона. Посмотрев с гневом на святого, князь спросил, ты ли постриг боярина и Евнуха без моего повеления? Преподобный Никон ответил с мужеством, я постриг их благодатью Божией по повелению небесного царя Иисуса Христа, призвавшего их на такой подвиг. Князь разгневался еще более и сказал, или убеди их возвратиться в дом свой, или я пошлю тебя, Иисус, с тобою в заточение, а пещеру вашу раскопаю. Семен Еродивый 21 июля С таковыми подобными этим наставлениями обратился к ним преподобный игумен. И видя обильные слезы текущие из глаз их сказал Семену, не жалей, не плачь, а из сединах госпожи твоей матери, ибо за твои труды Бог лучше ее утешит, нежели сам ты находящийся при ней. Если бы даже ты неотступно был при ней, и то не знал бы, ты бы ее раньше похоронил, или она тебя, и умер бы ты без угождения Богу, не имея ничего, что могло бы избавить тебя от будущих зол после смерти. Ибо ни материнские слезы, ни отцовская любовь, ни богатство, ни слава, ни брачный союз, ни любовь к детям не могут умолить страшного судью, а только добродетельная жизнь, подвиги и труды, подъятые ради Бога. Потом, обратившись к Иоанну, сказал, и тебе, от чада, да не влагает враг таковых мыслей, чтобы ты стал рассуждать в уме своем, кто без меня поддержит престарелого отца и прокормит, кто утешит рыдания супруги моей. В самом деле, если бы вы предоставили их одному Богу и сами пошли работать другому, то вы по справедливости сокрушались бы о них. А так как единый есть Бог, которому вы поручили родители своих, и из людей, которым оставили их, то должны знать, что он сам промыслит о них. А так как единый есть Бог, которому вы поручили родители своих, из любви которому оставили их, то должны знать, что он сам промыслит о них. То есть я бросил, а Бог допитает, Бог знает. Пимен многоболящий, 8 августа. Неоднократно просил он своих родителей, чтобы они позволили ему удалиться в монастырь для пострижения в иношеский образ. Но из сильной любви ему они не соглашались на эти просьбы, желая иметь его наследником по своей смерти. Поэтому, когда отец и мать сидели около него, не допуская пострижения, блаженный Пимен сильно опечалился и молился Богу, что он исполнил его желания, какими ведает путями. И вот в одну ночь, когда родители его и рабы были погружены в глубокий сон, вошли к нему светлые ангелы, одни в образе прекрасных юношей, другие игумена и братья. Они несли в руках святой Евангелия, свечи, власянец, мантию, куколь и все остальное нужно при пострижении. Тогда для всех стало очевидным, что пострижение по повелению Божию совершили святые ангелы. Долго рассуждали игумены и братья, вменять ли чудесное пострижение, как обычное, совершенное по уставу, и пришли к мысли не повторять над блаженным Пименом пострижение, так как имелись ясные доказательства действительности совершенного над ним. Случилось как-то один больной, страдавший таким же недугом, как и преподобный Пимен, принесен был в Печерский монастырь и пострижен, инокий, на которых лежала обязанность служить больным, внесли его к блаженному Пимену, чтобы служить обоим вместе равномерно, но небрежно, относясь к своим обязанностям. Они часто забывали о том, о них, так что больные по временам не знамогали от жажды. Вопрос 2061 Аминь.